Вам ответить. Вы видели последнюю работу литовского оператора Альгиманта Сапкуйболь и видели много знаменитых литовских актёров, которые вам знакомы по картинам советского периода. Это последняя работа, и жаль, что сам режиссер об этом не может рассказать. Но если выдать, я не знаю, могу выдать, наверное, тайны режиссера, как Александр Шемялец думает. Могу выдавать. Так, хорошо. Скажу, что режиссер уже делает наброски на новый фильм, о котором я вам рассказать ясно, что не могу. Но этот фильм будет снят вместе, наверное, с скандинавами или по скандинавскими мотивами одного из произведений. Смотрю, глаза такие серьёзные, так что думаю, что вопросов будет. Да. Во-первых, знаете, после такого фильма вообще трудно задавать вопросы. Хочется где-то остаться наедине и подумать. Передайте обязательно режиссёру. Большое спасибо за прекрасный фильм. Насколько я понимаю, работа сейчас делает первые шаги. И я считаю, что большому кораблю большое плавание. Есть такая поговорка. Дай бог, чтобы этот фильм заметили и оценили на хороших, престижных фестивалях. Вопрос, наверное, такой. Мы просто совсем не знаем режиссёра. Хотелось бы узнать его возраст, какая это вообще по счёту его картина. И вот просто расскажите немножко, где он учился. То есть о режиссёре. Спасибо. Картина – это последняя. И первую картину мы показывали «Иллюзионе» в Москве. Это первую и последнюю. Так подобрали. Он постоянный участник всех наших фестивалей. Кончал ясно в советские времена в Москве место, там, где подготавливает режиссёры. Это ГИК. ГИК. ГИК, да. Ну и что, ну, самое-самое большое число литовских фильмов художественных, сделавших режиссёр. А так, ну, я даже и не знаю, что больше. Спасибо. Да, 22 картины. Спасибо. Спасибо. Я, поскольку режиссёра нет, хотел бы у него, конечно, спросить. Но, может быть, вы нас обрадите. Для виновата на этот фильм приходит сразу в голову воспоминание об одностотической картине 70-х годов. Губенко, да? Губенко, да. Верная одежда любви. Нет, нет, и слёзы, и любовь. Пушкинские слова. Да, 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 да. Вот, может, как каким-то образом это связано, или случайное какое-то совпадение на тематике? Алексей, вы задали серьезный вопрос, на который я должен вам не ответить, потому что не знаю. Я знаю немножко в кухне из этой картины, знаю, что, где, ну, мы общались с режиссёром в Москве и несколько дней провели вместе. Здесь деток мы всегда спрашиваем, потому что нам самим интересно. Как вы понимаете, Будрайфис долгое время работал в Москве отношением к культурным вопросам, ну, просто 14 лет, кажется. И он, я в нас, что не мог сниматься в литовском кино, снимался в российском кино. Так вот, Ольга Монтас Куйба подумала, что надо собрать всех актёров, которые не снимаются по разным причинам, то их не берут, то они сами не хотят, и сделать такой фильм. Ну, фантастическую комедию, это 25-й год примерно, это Вильнюс, это дом престарелых миллионеров, и там вот вся происходит действие. Вильнюс, yeah. Ну да, такая уникла будущего, как видит режиссёр своими глазами и так представляет, что это так, может быть. Может быть так будет. В Пильмесе, видите, уже поясна, летят между небосвелёбами. Даже вот такая ситуация. Некоторые люди говорили, а, это Лондон. Нет, это Пильмес. Ну, можно, компьютерная рука приложена. Пильмес, это такой Пильмес. И много разных народов, разных расов, расов людей. На улице, в автобусах. Ну, это такой, может быть... Это в России. Они не оставили без рамок имя и фамилию. Ну, что ещё? Не знаю. Может быть, вышла эта спроса. Потому что, может быть, и с у меня ответили. Какая судьба у фильма? Какой возраст в Литве был? Какая пресса? Что вы думаете? Ну, фильм совсем, ну, он свеженький. Он, наверное, месяц-полтора только ждёт. Знаю, что мы ходили в премьеру и очень много уже работали над программой Москвы и Питера. Так вот, знаете, сколько времени прошло? Это самая мелочь. И фильм, ну, я везде вижу реакцию такую же самую. Люди серьёзно смотрят на этот фильм. Это осмысливает сразу. И респектация – это то, что видят в экране, идёт. Какая судьба сложится? Он идёт в литовском кинопрократе. Сказать, что это появилось? Нет. Но он имеет своего зрителя, да. И он имеет интерес. Можно сказать, что один из таких, как Литва за год делает примерно 10-15 художественных картин, так можно считать, что этот фильм один из тех, которые серьёзные. Это не такие попсовые, не боевики, не акшен-жанры. Они немножко человека затрагивают. А если фильм затрагивает эмоции человека, значит, он попал. Значит, он должен жить. Ну, это что-то так. А скажите… Оператор Викторас Радиакторс тоже должен быть здесь, но не сумел. Его работа остановила режиссера и другие дела. И он обычный литовский оператор. И, как всегда, знаете, оператор всегда он за камером. Его не видно. Можно только увидеть, как выглядит его работа. Викторас тоже выпускник старой советской операторской школы. И его работа, видите, какая. А теперь могу поанонсировать. Еще мы будем в следующем завтра в 2 часа будем в Металлета Сангаре. Фильм молодой литовский режиссер Алан Тиховайке, которая окончила школу кино во Франции. И Шкорда Франции придумала этот фильм и сняла этот фильм в Литве с оператором в Франции. Так там были литвы еще лучше. И мы так вот вспыхали, когда говорили. Он говорит, знаешь, мы литовцы, ну как всегда себя так… Ах, мы не такие. Мы всякие такие. А приезжает иностранец-оператор, и он видит, что литва красивая, прекрасная. Ну, совсем это другой мир, которого нам надо увидеть. И еще могу сказать, что эта компания ремастеринга, которая делала этот фильм, нам вчера делала ресторанцию «Чертовый небес». Так все литве что-то, как-то… Особенно хочу отметить музыку. Вы, может быть, почувствовали. Это очень молодой, но перспективный такой композитор, гипроспошаналскость. И Риманто Суйко старается с ним делать все картины на его музыку. Они как-то нашли общий язык и еще что-то. Риманто Суйко все субтитры делает в Вильмирском университете кафедры российского языка. Две женщины, которые между собой… Как это? Совещаются. Сотрудники. Сотрудники, да. Сотрудники делают эти субтитры. Скажите, пожалуйста, еще. А вот режиссер, он сознательно, как и Чехов в свое время, «Чайку» назвал комедией. Потому что мы сами понимаем, что тут комедийного совсем мало. Я такой вопрос ему тоже задал, как-то мне жанр «Фантастическая комедия». Когда посмотришь, ну, он так как-то не очень берет, но смех. Ну, есть такие моменты, можно подумать. Он говорит, а ты немножко отойди в сторону и еще раз посмотри. И найди себе ответ. Так вот, я пока еще его не нашел. То есть, чтобы, наверное, несколько раз надо посмотреть фильм, чтобы, наверное… Я второй. Он многослойный, да. Я второй только раз. Да. Многослойный. Ну, хочу поговорить. Ревюсеру очень трогательно. Просто очень всем понравилось. Действительно. Знаете, я сразу просто смотрел фильм. Знаете, о чем я подумал? Просто надо думать о наших родителях заботиться вот так вот. Действительно. Мне так трудно. Просто я сел, я их платку на последнем ряду просто. Здесь всегда было очень трогательное по музыке все. И эмоции столько просто. Актеры так вот замечательно сыграли просто. Я сидел в тебя, галас. Недавно ты забанился, выписался. И просто сидел так, одиноко себя чувствовал. И вот посидел. И на них посмотрел тоже. Я себе одиночку почувствовал. Действительно. Это просто так пацанам передать через… Да. Но режиссеру это сумел как-то передать. Они такие старые. Но они смогли как-то себе вот это сохранить. Какое-то чувство. Эти эмоции. Какую-то любовь. Действительно. И передать через экран. Да. Действительно. Режиссеру это очень сильно было. Просто я здесь сидел в экзамен. И плакал. Действительно. Замечательно. Прекрасно. Обязательно передам режиссеру. Можешь. Слова. Ну, если больше вопросов. Маленький вопрос. Передены ли работы с Сурглайдом на русский язык? И был ли опыт сотрудничества с этим автором? Мне кажется… Несколько слов. Да. Да. Вы поняли, что это по мотивам Сурглайда работы, которая 20 лет работала такую же работу в Швейцарии. Тоже престарелых людей, богатых. И написала там, кажется, 20 таких новелл из жизни этого… Да. По мотивам. Да. И Пуйба немножко там говорит, немножко кое-что с автором. Она в Сурглайде участвовала в премьере этого фильма в Вильнюсе. И немножко говорит, немножко кое-что мы там изменили, но мне страшно. А на русский язык я не знаю. Потому что, мне кажется, нет, нет такого перевода ее работ. Мне кажется. Но я точно не могу говорить. А это фильм про одиночество, да? Получается? Ну, как бы… Как каждый… Как каждый это поймет? Это каждый… Это лично. Это… Может быть вы так, может быть другой иначе, а может быть… Ну, это не могу сказать. И я рецепты не пишу. Я не доктор. Но Пудрайдис, видите, был доктором. Пудрайдис. Пудрайдис. Здесь тоже очень так сыграл, но такого уже болезненного человека. Но я его видел во время премьеры. Так он скачал там быстро. Не думайте. Пудрайдис. 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 Да. Пудрайдис. Да и если нет вопросов, спасибо вам, что пришли. Пудрайдис. 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 И ждем, что завтра в два часа будет и другого